Учебный год не за горами, а Минпросвещение до сих пор обсуждает, насколько он продлится. Министр Бесимбаев рассказал, что он ждет заключения экспертов как со стороны родителей, так и со стороны ведомства. Казахстанские вузы будут выпускать библиотекарей и педагогов. По словам депутатов, отечественное библиотечное дело требует государственной поддержки, однако молодежь не торопится осваивать профессию библиотекаря, считая ее непрестижной. Погорельцы из села Досор вынуждены второй месяц жить в школе. Напомним, 16 июня в населенном пункте, расположенном в Атераусской области, загорелся старый шестиквартирный дом барачного типа. Ни одну из квартир от огня спасти не удалось. Учебный год не за горами, а Минпросвещение до сих пор обсуждает, насколько он продлится. На брифинге в кабинете министров Бесимбаев рассказал, что он ждет заключения экспертов как со стороны родителей, так и со стороны ведомства. Он полагает, что эксперты должны прийти к компромиссу. Родители казахстанских школьников требуют не продлевать учебный год. В Алматы родители даже готовы подать в суд на Министерство просвещения. По подсчетам активистов, учебный год просто увеличили на две недели. На два дня сократили зимние каникулы, на три весенние и на шесть дней дети учатся дольше в мае. По данным Казахской лиги экспертов образования, это не обоснованно и не целесообразно ни с точки зрения качества образования, ни экономии бюджетных денег. Возьмем международную практику. Нагрузка в начальных классах 799 часов, у нас 841. В Минпросвещение отвечает, что учтут все мнения, ждут только заключения экспертов Академии имени Алтанцавина. Они выбирают между предложениями растянуть учебный год или нет. Я подал поручение объединиться всех двух сторон экспертов и прийти к одному общему мнению, потому что мы как бы и обе стороны должны думать правильно, не в своих интересах, кто победит. У нас часто всего, к сожалению, среди взрослых происходят неправильные вещи, кто победит. Мы не должны гоняться, кто победит, а мы должны создавать условия, чтобы победили наши дети. Согласно опросу, проведенному Казахстанским союзом родителей, 86% респондентов из числа родителей-школьников были против продления учебного года. Напомним, что прошедший учебный год школьники заканчивали не 25 мая, как обычно, а 31-го. По словам родителей, в последние дни учебного года ученики вынуждены были сидеть на уроках без дела или коротать время на футбольном поле. Боржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Представители Комитета по охране прав детей рассказали о регионах с самой высокой стоимостью питания на одного школьника. Это Алматы и Акмолинская область. Самая низкая зафиксирована в Каргандинской и Жамбылской областях. Однако теперь в Жамбылской области решили повысить планку. Между тем, средняя стоимость по республике составляет 579,6 тенге. Напомним, с 1 сентября бесплатное питание получит более миллиона учащихся начальных классов. Бесплатное питание организует местный исполнительный орган. Поэтому компетенцию местного исполнительного органа входит в определение, разработка меню, утверждение меню и определение средней стоимости за питание. Это уже принятые постановления правительства. Есть у нас 320-е, где один раз в неделю у нас обязательно рыбный день. Нормы и рацион питания для учащихся школ определены там. Казахстанские вузы будут выпускать библиотекарей-педагогов. По словам депутатов, отечественное библиотечное дело требует государственной поддержки. Однако молодежь не торопится осваивать профессию библиотекаря, считая ее непрестижной. Как вовлечь специалистов в данную сферу и как повысить статус работников культуры и просвещения, расскажет наш корреспондент. Сеять разумное, доброе и вечное работникам культуры, невзирая на низкие зарплаты, приходится. И хотя заявляют о повышении окладов, низкий уровень, особенно в регионах, остается. Например, библиотекари. Есть потребность более чем в 6 тысячах работников, библиотек сообщили в Минтруда. Также тут затронули вопросы по зарплатам. Сейчас мы стоим на том этапе, когда понимаем, что вот этот вот подход, который мы используем уже очень долго, уже сам себя начинает изживать. Мы двигаемся дальше. И как раз таки сейчас с нами ведется работа по разработке новой методики исчисления заработной платы гражданских служащих. До конца года, я думаю, что мы подходы сможем презентовать, в том числе на этой площадке, и уже говорить о том, как поменяется ситуация. Касательно оплаты труда работникам библиотек. С 2022 года по 2025 добавляется 20% на базовую зарплату. Это от 800 до 8 тысяч тенге, а средняя зарплата с учетом удержаний – 172 тысячи тенге. Это для тех, кто имеет 25-летний стаж работы, а так около 94 тысяч. Библиотека сейчас коммуникационный центр, социальный институт, центр развития общества, поэтому эта зарплата для библиотекаря очень мало, ну, самое мало – 300 и выше должен быть. А в Минкультуре и спорты также прокомментировали ситуацию по библиотекарям. «У нас должен быть составляющий коэффициент», – сказал Арман Жудебаев. «Есть еще определенный план развития. К примеру, работникам архива повышают зарплаты на 100%. К тому же надо подключать и другие ведомства к этому вопросу, уверенные в Минкультуры». «Мы должны к этому прийти консультально, это все на своей платформе обсудить. Дальше план развития действий. А так, чтобы сразу поднять на 300 тысяч, вы же знаете, что страна на одном месте не стоит. Так что мы должны отработать все вопросы, чтобы не было потом вспомогательных вопросов по этому поводу». По словам депутата Жулда Сулейменова, отечественное библиотечное дело требует господдержки. Ну а то, что молодежь не торопится осваивать профессию библиотекаря, так это низкие зарплаты виноваты. Да и сама профессия, скажем откровенно, непрестижная в нынешнее время. Когда идет мода на блогеров и тиктокеров? Когда же будут модны книги, а библиотекари начнут получать зарплату на уровне айтишников, неизвестно. Гульнару Марова, Ахмедиар Ильясов, ТДК-42. Поездка премьер-министра в Жамбулскую область оказалась полезной и эффективной для аграриев и предприятий. Тут были подняты самые актуальные для региона вопросы, такие как водоснабжение хозяйства и развитие химической отрасли. О чем говорили фермеры с Осмаиловым и чего лишена Жамбулская область, расскажет наш корреспондент. Говорили о аграрии Жамбулской области на встрече с премьером о многом. Это и сельхозтехника, удобрение, вода для полива и многое другое. Все свои проблемные вопросы фермеры высказывали Смаилову, пользуясь случаем. Тут премьер сообщил, что им возместят потери из-за засухи. Это произойдет за счет объявлений ЧАЭС регионального масштаба и выделит средства из резерва правительства. По плану до конца сентября будут полностью произведены все расчеты и выделены соответствующие средства. Также мы ускоряем вопрос выделения средств из республиканского бюджета на субсидии и их своевременные выплаты. Эта работа находится на контроле главы государства. Один из главных вопросов волнующих аграриев – это субсидии. Мы уже получаем 50% субсидий. Вот если бы вы добавили 30% из областного бюджета, было бы хорошо. А еще рассматривается возможность увеличения доли возмещения затрат аграриев на бурение скважин с текущих 50 до 80%. К слову, всего за несколько лет 385 хозяйствам оказана поддержка на 5 миллиардов тенге. Во внимание нуждаются и проекты по возведению оросительных каналов и дренажных систем. Например, канал Синькибай протяженностью 21,8 километра. Обеспечит он водой 4000 гектар поливных земель. И вообще водообеспечение является одним из самых актуальных вопросов в регионе. В связи с этим была утверждена правительством дорожная карта. Теперь было выделено Европейским банком развития, реконструкции и развития денежные средства 340 тысяч евро безвозмездно на проведение технико-экономической исследований и технико-экономического обоснования. Из 367 сел области только 285 обеспечены питьевой водой. Пример высказался о необходимости использования современных влагосберегающих технологий, модернизации сооружений и есть еще одна проблема в регионе. Оказалось, Тарас – единственный город, в котором нет канализационно-очистного сооружения. С ростом населения растет и объем сточных вод, а поля фильтрации находятся в плохом состоянии. Проектная мощность 43 тысячи кубометров в сутки в реальности поступает около 80 тысяч кубов. В городе нет очистных сооружений. Это становится главной проблемой, так как может привести к загрязнению речных и подземных вод. Акимат проводит соответствующую работу по новым очистным сооружениям, планируемая мощность которых составит 100 тысяч кубометров в сутки. Реализацию проекта следует начать как можно скорее. Скоро в экономике появится крупный химический комплекс «Новые инвестпроекты» к так нужной области экономики в целом. Это покроет потребности в минеральных удобрениях, но и не менее важным является вопрос медицины. Например, онкоцентр, оснащенный всем необходимым для жителей. Проводится лучевая терапия, химиотерапия, хирургическое лечение алкогольких больных, плюс еще комбинированная терапия. Также здесь на 200 коек рассчитан коечный фонд, плюс еще 55 коек дневного состонара. Пациенты могут получать в дневном состонарии свое лечение и, соответственно, после этого идти домой. На данный момент больница полностью сдана в эксплуатацию. И еще вишенка на торте в региональной экономике ведет строительство первого в республике завода по производству кальцинированной соды. Он заработает в 2025 году, а производственная мощность будет 500 тысяч тонн продукции ежегодно. С дальнейшим увеличением до 1,2 миллиона тонн. Уже подведены линии электропередачи, планируется проложить водопровод и железную дорогу. В Актюбинской области завершился процесс по делу о трагической аварии с воспитанниками спортшколы. На скамье подсудимых оказался завуч, который вез юных волейболистов на соревнования в областной центр. Его признали единственным виновным в смертельном ДТП. Какой приговор вынесут в отношении замруководителя спортшколы, расскажет Лайла Уесова. Авария произошла в декабре прошлого года в Тимирском районе. От полученных травм один подросток скончался, четверо получили серьёзные травмы. Ещё один пассажир, 21-летний тренер, впал в кому. Сейчас он парализован. За рулём перевернувшейся иномарки был замруководителя спортшколы. На прениях 33-летний подсудимый уверял, что совершил ДТП по неосторожности и просил оставить его на свободе. Дома его ждут безработная жена и трое детей. Суд решил оставить виновного в аварии за решёткой. Нурбек Айбекул Жумикешева признать виновным по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев. И лишить права управлять транспортным средством сроком на пять лет. Самих потерпевших на суде не было. Помимо молодого тренера, который стал инвалидом, серьёзные травмы получили четверо детей. Они до сих пор нуждаются в лечении и реабилитации. После аварии выяснилось, что сельские дети всегда добирались на соревнования, на чём придётся. У спортшколы своего транспорта никогда не было. И только после ДТП чиновники нашли деньги и закупили 12 автобусов во все районы. Лайла Уысова, Жумат Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Октябрьская область. Почти все нефтяные предприятия Мангастау остались без электричества после аварии на МАЭК. Об этом заявил первый заместитель Акима Мангастауской области Жумамбай Карагаев. Это уже вторая авария, зарегистрированная на МАЭК с начала лета. Когда предприятие выйдет на полную мощность, узнавал наш корреспондент. Первый заместитель Акима Мангастауской области Жумамбай Карагаев провёл консультации с представителями всех уполномоченных государственных органов и коммунальных служб. По итогам осуждения было принято решение о введении в регионе веерного метода отключения электроэнергии. Это означает, что согласно зонам будет проводиться циклическое отключение потребителей от электросети продолжительностью от трёх до пяти часов с целью ограничения объёма потребляемой энергии. Таким образом, удастся избежать полного отключения от электроэнергии отдельных населённых пунктов. В данный момент специалистами рассматриваются различные сценарии веерного отключения. Конечное решение будет принято во время наступления пиковой нагрузки на электрические сети. Данная мера будет применяться до момента устранения аварии на энергоблоках МАЭК. Ситуацию усугубляет жаркая погода, сложившаяся в Мангистауской области. Оперативный штаб призывает жителей области перейти на экономный режим потребления электрической энергии. Как у нас есть специалисты, сейчас уже с утра начали допускаться, и они с восьми часов работают по ремонту третьего блока. И специалисты у нас свои достаточно, материалы тоже есть. Стоит отметить, премьер-министр Алихан Смаилов во время рабочей поездки сообщил, что правительство намерено выделить 4 миллиарда 900 миллионов тенге для модернизации электрооборудования на МАЭК. 6 июля стало известно, что ремонтные работы энергоблока номер один на ТСТО МАЭК завершились. Однако уже на следующий день на предприятии вновь вышел из строя энергоблок номер один. Айдана Каримова, Махалин Рдаулетов, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК-42, Мангисталская область. Погорельцы из села Досор вынуждены второй месяц жить в школе. Напомним, 16 июня в населенном пункте, расположенном в Атырауск области, загорелся старый шестиквартирный барачный дом. Ни одну из квартир от огня спасти не удалось. В связи с этим погорельцы уже два месяца живут в социальном помещении. Они собрались перед зданием областного акимата с просьбой выдать жилье или произвести равноценную выплату. Пожар оставил без жилья шесть семей в Атырауск области. Огонь уничтожил одноэтажный многоквартирный дом в поселке Досор. Площадь пожара составила около 600 квадратных метров. По предварительным данным экспертов, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. К счастью, никто из жильцов не пострадал. На следующий день администрация села разместила погорельцев в общежитии школы-интерната имени Сабыра Шарипова и объявила, что каждой семье, пострадавшей от ЧП, будет выдано по 690 тысяч тенге. Однако жители эта сумма не устроила. 690 тысяч тенге не хватит даже на ремонт нашего дома, поэтому мы официально отказались от денег. Тогда в Акимате сказали, что рассмотрят вопрос о предоставлении нам помощи в размере полутора тысяч МРП, которую мы должны ждать 45 дней. Мы ждем уже два месяца. Мой муж попал под сокращение. Не работают уже полгода. У нас двое детей. Ждем третьего. Нам некуда пойти. От безысходности находимся здесь. Сейчас в интернате идет покраска. Из-за этого мы не можем ни нормально поесть, ни нормально дышать. Даже еда пропахла краской. Мы не знаем, кому теперь обратиться за помощью. Мы едим в одной комнате и тут же моемся. А когда воды не бывает, нас ругают, что, мол, лежите в грязи. Нам не разрешают пользоваться холодильником. Мы обращались и к Акиму, и к депутатам. Ходили в областной Акимат. Но так и не смогли добиться аудиенции у главы региона. Дом барачного типа был построен сто лет назад. Сейчас специальная комиссия решает дальнейшую судьбу пострадавших. Из-за неисправности в системе электроснабжения в бараке, построенном в 1911-1930 годах, шесть семей остались без крова. В районе нет готовых домов для тех, чьи дома сгорели. Им была предложена финансовая помощь в размере 690 тысяч тенге, утвержденных законом. Но жителей это не устроило. После этого они подняли вопрос в районном Акимате. А районный Мыслехат внес предложение в область рассмотреть вопросы о финансировании в размере 1500 мрп. Это порядка 5 миллионов 175 тысяч тенге – средняя цена домов до ссори. Однако есть определенные этапы для получения этих денег. Кроме того, выяснилось, что в школе-интернате ведется покраска стен в рамках подготовки к новому учебному году. И семьям необходимо будет покинуть временное пристанище. На 40 зданиях и сооружениях Уральска появится архитектурная подсветка. По информации сотрудников отдела ЖКХ, подрядчикам уже начаты работы по ночному архитектурному освещению. На эти цели из местного бюджета выделено 333 миллиона тенге. Основная цель – создание единого архитектурного стиля ночного освещения зданий, сооружений и многоквартирных жилых домов в городе. Работы по установке подсветки завершены в многоквартирных жилых домах в 4-м микроэйне, в микроэйне «Строитель», а также в административных зданиях, таких как Ассамблей народа Казахстана, малоархитектурные форумы на площади первого президента, стела, площадь Батыр-Каздары и два солдата. Помимо этого планируются точно такие же работы на многоквартирных жилых домах по проспекту Назарбаева, а также в скверах и площадях. Основной акцент сделан на места общего пользования, а также малой архитектурной формой, в таких местах, где жители города отдыхают. Плюс к тому учены въезда в город, то есть это высотные здания, многоквартирные жилые дома, въезда зданий, а также на магистральных улицах города. Международные перевозчики должны заменить разрешающие перевозку удостоверения до 20 августа текущего года. В Казахстане изменены правила доступа к международным перевозкам. Как рассказали в Западно-Казахстанской областной инспекции транспортного контроля, для получения разрешительных документов и выполнения международной перевозки на компанию должно быть получено удостоверение допуска к осуществлению международных перевозок грузов и карточки допуска на каждое автотранспортное средство. Упрощение процессов оказания государственной услуги привело к увеличению числа перевозчиков, не соответствующих международным стандартам, а также к развитию разного рода мошеннических действий. В связи с этим были внесены изменения в правила допуска к международным автоперевозкам. В связи с вступлением в законную силу приказа Министра индустрии и инфраструктурно-развития Республика Астан от 13 декабря 2022 года за номером 715 с 20 февраля текущего года ранее полученные удостоверения и карточки допуска подлежат замене до 20 августа текущего года. После 20 августа текущего года незамененные установленные сроки удостоверения и карточки допуска перестанут действовать и невозможно будет получать новые иностранные бланки разрешения. При замене перевозчикам допусков после 20 августа текущего года у перевозчика, ранее получавшего иностранные бланки разрешения, история перевозчика сохраняется. В этой связи повторно информируем, что отечественным перевозчикам, имеющим удостоверение и карточки допуска старого образца, необходимо заменить срок до 20 августа текущего года. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Тенга Ки-Зет Оформи микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день по адресу улица Курмангазы 167, улица Курмангазы 80, микрорайон Северо-Восток 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангерхана 18, дробь 2. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин